Всем привет! Вы на канале Аннабелли и ее растения. Сегодня 14 марта 2020 года. Так у меня укрыты дуболистные гортензии. Конечно, вокруг я ничего не засыпала. Много камней наложила по окружности, чтобы не подымало. И ветром, да, агроволокно. И, конечно же, до сих пор не открываю. У нас идет холодный циклон. И даже могут быть заморозки. Поэтому все еще накрыто. Здесь укрыты древовидные гортензии. Вот так вот я засыпала дорожку. Так, обрезанные пионы. Вот они уже просыпаются. Отлично выглядят. Мне нравятся. Здесь тоже по окружности не засыпалось. Сейчас хочу показать один кустик. Так, если получится, надо кирпичик убрать. Так, где наш кустик? Ага, вот он, кустик. Так, как же он выглядит? Выглядит. Так, вот он, кустик. Вижу почечки зелененькие. Вот тут и везде почечки. Все отлично. Сейчас опять же листвой закрою. Листвой закрою. Прикрою кирпичами. Так, а здесь у меня начинают уже вот отходить клематисы. Я их обрезала. И потихонечку. Сейчас, конечно, будет холодно. Они приостановят свой рост. Но уже хороший результат. Это рода дендроны. Всякие разные. Тут же начинают уже набухать почки. Его и не видно. Клен японский. На рода дендронах тоже появляются. Такие вот наливаются цветочные почки. И вот немножко такие вот жилистые листики. Это говорит о том, что я с этого рода дендрона сняла агроволокно. И, скорее всего, ободрала немножко, даже не немножко, а прилично сосущих корней. Но сейчас буду укоренителем проливать и восстанавливать. Восстанавливать корневую. А это листопадные рода дендроны. Так, листопадные. Вот так они выглядят. Такие почечки. Увидим, как цветут. И новые сорта. А еще у нас тут метельчатые гортензии. Все закрыто. А это у нас пиерис. Пиерис, пиерис. И он начал цвести. Вот такой красавчик пиерис. Вот такие красивые колокольчики. Очень красивые. Так, сейчас я наведу и попробую его вот так вот показать. Вот такой красивый пиерис. Вот это вот верхнее соцветие розовенькое, потому что попадает солнышко и оно розовеет. А то, что в тенечке, вот такое красненькое. Кстати, точно такими же, как говорится, граммофончиками цветет и голубика. Вот они такие вот вересковые. Вот такой пиерис. А другой пиерис он не заложил соцветий. И, конечно, самшиты уже зеленые стоят. Классно. Крупнолистные все закрыты. Буду открывать на Пасху, когда минуют все, можно так сказать, заморозки. Ну, еще здесь новые сорта метельчатых. Так, тут тоже аллея с карликовых метельчатых гортензий закрыта. Розочки у меня еще все закрыты. Вот так соломой закрыты все деревья. Так, тут тоже все закрыто. Но все. И соломой, конечно, прикрыли опилками, соломой. То, что дробили, дорожки прикрываем. И, конечно, в конце, в конце, в конце у нас по над забором находятся декоративные кустарники. Лопчатка начинает отходить. Вот это белое, это у нас все яичная шкарлупа. Чтобы здесь не ползали наши замечательные слизни. Так, сиреньки. Вот такие вот сиреньки. Это сирень, знамя Ленина. Знамя Ленина. Вот такая вот сиренька. Дейция. Ну, и, конечно, мы здесь по над забором в основном насадили сиреньи, дейции и чубушники. Махровый чубушник у меня красивый. Вот так вот. Их немножко пообрезали. Может, даже цвести будут. Это, скорее всего, цветочные почки. Они хорошо здесь себя чувствуют. Стоит забор с северо-западной стороны и прикрывают от холодных северных ветров. Да, вот такие сиреньки сейчас стоят. Все еще укрыто. Я не спешу ничего открывать. Потому что, чтобы не было такой же беды, как в прошлом году, когда я рано открыла, поспешила, рано открыла. И получилось, что подмерзли почки. Почки начали выдвигаться. Была еврейская Пасха и все подмерзло. Так что ничего не спешу открывать. Все, всем спасибо, всем пока. Встретимся на новом видео. Пока-пока. Продолжение следует...